Управление Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Брестской области с 2014 года проводит судебные товароведческие экспертизы непродовольственных товаров. Одежда, обувь, мобильные телефоны, ювелирные изделия. В качестве этих и не только товаров может усомниться покупатель. Статистика говорит о том, что такие виды экспертиз востребованы у жителей области. Только за 2019 год их проведено более 450. За текущий период этого года – порядка 106. В компетенцию эксперта-товароведа входит определение рыночной стоимости товаров народного потребления, по результатам которой правоохранительные органы принимают решения по квалификации преступления. Нередки случаи обращения граждан в наше экспертное ведомство по гражданским делам в случае раздела имущества для определения долей в соответственной имуществе. Также экспертами нашего ведомства возможно определение качества товаров народного потребления. К нам возможно обращение граждан по определению качества одежды, обуви, мебели. По закону защиты прав потребителя покупатель, приобрев какой-либо товар, может вернуть некачественный товар в магазин. Для этого он должен обратиться с просьбой к продавцу для возврата денежных средств. Продавец, в свою очередь, должен провести судебную товаровическую экспертизу, по результатам которой будут обнаружены, либо не будут обнаружены, производственные, либо эксплуатационные дефекты в некачественном товаре. В течение 30 календарных дней судэксперт выдаст заключение о том, есть ли какой-либо дефект товара, и определит его характер – производственный или эксплуатационный. Например, специалист с помощью микроскопа и имеющегося опыта за 10 минут может установить перед ним кожаное изделие или подделка. Как нам понять, что это натуральная кожа? На срезе видна бахтерма, а также кожа имеет неповторимый, неповторяющийся рисунок от волосяных луковиц. Дело в том, что в настоящее время делают искусственную кожу очень хорошего качества и пытаются повторить рисунок натуральной кожи. Ну, поэтому минут, наверное, 10, если это легкий образец, то будет достаточно. Нередкими стали случаи обращения граждан с таким товаром, как туалетная вода или духи. Недобросовестные продавцы стремятся выдать подделку за оригинал, заработав на афере немалые деньги. Но неровные края дна емкости, плохо закрывающийся колпачок или остающаяся на пальцах краска выдают обман. Качественный товар не может стоить очень дешево. Следует помнить, что при покупке львового товара, изделия, следует сохранять кассовые чеки, что может служить гарантией в дальнейшем для возвращения товара в магазин. Перед любой покупкой следует внимательно изучить товар, проверить его комплектность. Например, исследовать качество строчек в одежде, проверить клевые соединения в обуви. И, конечно же, при покупке сложной бытовой техники следует проверить работоспособность ее, включив его в электрическую сеть. Если у реального продавца покупатель может проверить товар, то заказ бытовой техники или игрушки для ребенка в интернете часто становится лотереей. В последнее время для исследований к экспертам-товароведам поступают, например, автомагнитолы китайского производства. Граждане на сайтах, интернет-ресурсах ищут необходимую автомобильную магнитолу, заказывают, конечно же, проверенных производителей, но взамен получают китайский аналог. В таком случае назначается товароведческая экспертиза, в ходе которой экспертам нужно подтвердить этот факт, либо опровергнуть. Также частыми объектами исследования у экспертов-товароведов являются роботы-пылесосы, также видеорегистраторы и автомобильные зеркала. Но они все достаточно низкого качества. Только эксперт-товаровед может действительно в ходе исследования подтвердить данный факт. Также в последнее время многие граждане пользуются покупками через торговые площадки. Заказывают в основном какую-то парфюмерную продукцию, либо, допустим, верхнюю одежду, чаще всего какие-то норковые шубы. Также у них возникает подозрение о том, что этот товар не является оригинальным. Чтобы не стать жертвой недобросовестных продавцов, не следует гнаться за низкой ценой, а реально оценивать соотношение качества и стоимости. Это нехитрое правило оградит вас от плохих покупок и сэкономит деньги. Продолжение следует...